Будем ждать результатов следствия, будем наблюдать за этим делом. Я хочу переместиться под стены Верховной Рады, там где продолжается акция протеста. Буквально уже заканчиваются те пять дней, которые военные ультиматум выставили президенту Петру Алексеевичу Порошенко. Они сказали, что если на протяжении пяти рабочих дней президент не внесет в парламент законы об антикоррупционном суде и импичменте, то они даже угрожают, они не сказали, что будет, но сказали, что лучше с нами не играть. Насколько я понимаю, президент так и не внес эти законы, и что может быть тогда впоследствии. То есть завтра последний день, заканчивается пятый рабочий день, и что может быть дальше? Я считаю, чтобы с самого начала была понятна несостоятельность этого ультиматума, и то, что он в принципе не направлен на то, чтобы какие-либо законопроекты вообще были внесены. Во-первых, Верховная Рада сейчас работает не в сессионном режиме, поэтому внесены они или не внесены, это в принципе не имеет никакого значения, потому что в течение этого времени, мы знаем, что только в ноябре начинается сессионная неделя, поэтому в это время, в принципе, да, они не будут нигде, и погоджевально, Рада должна быть, согласительные советы и так далее. Во-вторых, закон об импичменте, он есть зарегистрирован, я не знаю, кто был субъектом, какая из фракций, но он, да, он не вынесен на рассмотрение, потому что есть определенная процедура, комитеты и так далее, но в целом, по-моему, если я не ошибаюсь, он есть. А во-вторых, даже если его и нет, ну, допустим, представить, то никто не мешает части политиков, которые поддерживают эту акцию, а их осталось не так много, но тем не менее, там Егор Соболев, Семен Семенченко, там, я не знаю, возможно, Левченко, никто им не мешает наработать законопроект, от кого они требуют внесения, почему требовать от президента. Вы народные депутаты, никто им не мешает взять наработать и подать законопроект. Который рассказал нам, что там у них даже разделено несколько лагерей, то есть есть лагерь отдельный военных, вот, и я так понимаю, что это требования именно конкретно от военных. И я вот и спрашиваю у вас, насколько действительно военные, ветераны АТО настроены радикально, как вы думаете, против президента страны? Поэтому, да, эти требования, они несостоятельны, просто потому, что они обращены не к тому субъекту, который, собственно, за это направление, у нас что, президент отвечает за законодательную власть или что? Никто не мешает никому из депутатов наработать любой законопроект. Если он уже не будет вноситься, это другое дело, тогда нужно акцентировать внимание, почему его там не рассматривают и так далее. Но требовать от президента внесения закона, что касается антикоррупционного суда, как и других требований изначальных, я имею в виду депутатскую неприкосновенность и изменение избирательного законодательства, по-моему, эти вопросы, уже два вопроса рассмотрены в Верховной Раде, а по антикоррупционному суду пришли к согласию, что наработают совместный законопроект или подаст президент, а депутаты будут вносить туда свои изменения. И в этом смысле здесь нет, опять же, поля для ультиматума, или вопросы для ультиматума, насколько военные настроены или настроены. Ну, мне кажется, важно, насколько общество настроено и насколько общество поддерживает такие заявления, которые делают часть участников оставшихся на этом митинге. Мне кажется, что общество сегодня не поддерживает. Вчера была пресс-конференция батальона «Донбасс», который вошел в вооруженные силы Украины, и там выступали очень важно бывшие соратники, коллеги, части, там, если я не ошибаюсь, 8 человек из батальона «Донбасс» бывшего присутствуют на этом митинге. И они очень... Коллеги, собственно, очень недвузначно высказались и по поводу этой акции, и по поводу другого задействования силовых каких-то методов в других акциях. То есть, поэтому здесь, ну, мне кажется, общество этого не поддерживает. И более того, когда высказываются несуществующие требования, для многих это понятно, что это требования, которые никак не соотносятся, и при этом еще звучит шантаж, что мы будем военным, какой-то ультиматум, ну, то есть... Я думаю, что все это понимают, поэтому я считаю, что эта акция, она не имеет никаких перспектив. Требования, существующие или несуществующие, это такой вопрос риторический. Почему? Потому что... Так ради чего? На самом деле же изначально нам обещал этот парламент действительно снятие депутатской неприкосновенности, что это будет антикоррупционный суд, мы об этом постоянно говорим. Да, почему к президенту звучат этот ультиматум? Непонятно. Тогда нужно депутатам самим к себе. Если там есть часть депутатов, которые выступают за снятие депутатской неприкосновенности, больше всех... А президент этого не обещал? Но при этом сами предпринимают какие-то шаги, рукоприкладство, ногоприкладство, еще что-то, что как бы позволяет спекулировать, то это, да, очень двузначно. Так президент будет счастлив, если депутаты снимут себя депутатом. Понимаете, звучит так. Часть депутатов говорит, мы не будем снимать, потому что это развяжет президенту руки, это будут политические репрессии и так далее. Но при этом почему-то требует митинг от президента снять депутатскую неприкосновенность. Участники акции у нас тут бывают, приходят в студию, они говорят, что уже у них требования не только снятия депутатской неприкосновенности, но и вот импичмент президента, и снятие неприкосновенности со всех остальных. Так это только подтверждает то, что эта акция задумывалась изначально, не имея никакого отношения к этим требованиям. Мне кажется, что там собрались разные участники, и если я не ошибаюсь, тот же Мустафан Аем, он очень давно анонсировал, что он там еще за несколько месяцев, что он собирается провести акцию с требованием снятия депутатской неприкосновенности. Я считаю, что часть других участников, они присоединились к этому, чтобы затем использовать эту акцию в каких-то других целях, но чтобы это выглядело масштабно, как единая целостная позиция ряда политических сил, с тем, чтобы дальше это продолжать с совершенно другими требованиями. Как мы знаем, часть участников, они тут же вышли, Мустафан Аем, там другие партии, общественные организации, они сразу же отмежевались, остались те, кто, возможно, я не могу этого утверждать, но, возможно, ставили изначально совсем другие цели. А какие цели это могут быть? Ну, знаете, когда закончилось все предложением, одним из предложений Саакашвили разогнать национальную гвардию, мне кажется, что такие заявления, в принципе, нельзя делать, хотя бы потому, что по соцопросам всем, на сегодня вооруженные силы Украины, национальная гвардия, они находятся по уровню доверия и поддержки где-то за 50% у граждан. Причем, согласно всех соцопросов, чуть ниже волонтерских организаций и церкви. Поэтому мне кажется, что делать такие заявления, то есть это как бы абсолютно не в попад, независимо от того, кто как кому относится, к президенту, к одной партии, к другой, к третьей-десятой, это просто как бы не в попад. Поэтому цель, я считаю, что цель была это создание политического напряжения, я не говорю там дестабилизации, потому что это слишком громко, создание политического напряжения, кризиса и досрочные парламентские выборы, в которых заинтересована часть политиков, которые находятся вне парламента, ну, это как бы понятно, то есть вне парламентские партии, которые хотят попасть в парламент, и часть парламентских партий, которые на каком-то этапе, когда это было выгодно, скажем, как Батькевщина, поддержали этот протест, потому что он был направлен против президента, поэтому это было выгодно. А когда это уже стало приобретать черты какого-то возможного силового варианта, эти партии, естественно, отмежевались, потому что это не поддерживается в обществе. Поэтому, ну, вот и часть партий, которые хотят или понимают, что их рейтинговые позиции на сегодня еще вполне достойны. Хорошо, спасибо, Олеся, за то, что нашли время и пришли к нам, за вашу точку зрения. Вам спасибо, что все это время были с нами. Хочу вам напомнить, что вы смотрели Политека онлайн. Счастья вам мира и добра. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok